Трое палестинцев убиты, еще столько же получили ранения в результате рейда израильской армии в лагере для беженцев Баттала на западном берегу Иордана. Рейд произошел после нападения на автомобиль недалеко от Наблуса в воскресенье, в результате которого был ранен израильский солдат. Сотни военных и спецназовцев участвовали в операции, которая началась около часа ночи и продолжалась до пяти утра. Израильские силы заблокировали въезд в лагерь бульдозерами и разрушили по меньшей семь домов. По словам жителей, они также применили противотанковые гранаты. По сообщениям журналиста агентства Аль-Джазира, семьи, проживающие в лагере, чувствовали, что ночью пули изрешетили все. Министр здравоохранения Палестины Май Айкайла заявила, что израильские оккупационные силы препятствовали работе парамедиков и машин скорой помощи, пока они выполняли свой гуманитарный долг по транспортировке раненых и оказанию медицинской помощи. В заявлении израильской армии говорится, что арестованы трое палестинцев, как они отверждают, подозреваемых в причастности к вооруженной деятельности и конфисковано оружие, но не прокомментировали убийства. Также сообщается, что в одной из квартир лагеря якобы обнаружена лаборатория взрывчатых веществ. Набиль Абу Рудейнех, представитель президента палестинской автономии, назвал рейд резней. Молчание администрации США в отношении преступления и оккупации побуждает ее продолжать свою агрессию, подчеркнул Абу Рудейне, предупредив, что такие атаки приведут регион к взрыву. Израиль проводит почти ежедневные рейды и убийства палестинцев на западном берегу с июня 2021 года, пытаясь подавить их сопротивление. Очередная вершина горы под названием криптовалюта в исламе была взята. Для себя выстроил стратегию безнервозного долгосрочного инвестирования. Слушая Кумара, я поняла, что инвестировать можно и с маленьких сумм, поэтому я приобрела курс по обучению халяль инвестициям и осталась очень довольна. Информация преподносится на легком языке, материал структурирован. К тому же есть постоянная поддержка кураторов, добродушно и вежливо отвечающих на вопросы, а все непонятные моменты обсуждаются на онлайн-встречах с Кумаром. Тысячи успешных выпускников курсов и вебинаров Кумара Мухамедзянова уже зарабатывают на инвестициях, а ты все думаешь, что это сложно и недоступно? Эксперт в инвестировании по шариату Кумар Мухамедзянов специально для тебя проведет мастер-класс «Капитал» и ответит на вопросы о том, куда выгодно вложить деньги, что можно покупать в кризис, а что нет, какие инструменты позволят сохранить капитал, как криптовалюта помогает обходить ограничения и блокировки. Интересно? Тогда переходи по ссылке в описании к этому видео. Пусть Аллах увеличит твой риск!